Проповедь 275 Когда Дух Божий начинает действовать в душе человека, тогда все плотское начинает засыхать. Мы знаем, что там, где действует милость, прекращается удовольствие в вожделениях плоти. Если Дух Божий устроит в нас свое жилище, тогда то, что казалось нам до сих пор сладким, станет горьким, а то, что казалось ярким и блестящим, поблекнет. Человек не может любить грех и одновременно обладать жизнью в Боге. Мир с его развлечениями в глазах необращенных выглядит таким прекрасным, как покрытое весенними цветами поле. А обращенному человеку он кажется пустыней, необитаемой страной. О вещах, которыми мы раньше наслаждались, сегодня говорим. Суета-сует, все суета. Земные радости нам отвратительны, и мы удивляемся, что могли когда-то получать от них наслаждение. Обрати внимание и на следующее. Когда приходит Святой Дух, Он разрушает всякий цветок плоти. Это означает, что Он засушивает и нашу собственную праведность. Пока не пришел Святой Дух, мы считали себя очень хорошими. Мы считали себя нравственными, даже религиозными. Мы осмеливались в своей гордости внушать себе, что мы не такие плохие, как описывает нас Слово Божие. О, дорогой читатель, если Дух Святой дунет на доброту твоей плоти, то ее красота увянет, как цветок, и ты увидишь ее в ином свете. Если ты основательно изучишь мотивы своих поступков, то обнаружишь в себе так много зла, что тебе захочется воскликнуть вместе с мытарем. Боже, будь милостив ко мне, грешнику.